На Доничине погибли украинские силовики, на Луганщине продолжаются бои. Более подробно об этих и других событиях дня в итоговом выпуске новостей на Главкоме. Я Татьяна Кулик, здравствуйте. Министерство обороны Российской Федерации заявляет о начале активной фазы отправки войск, которые находились у границ с Украиной на учениях в места постоянной дислокации. Уже осуществлена погрозка и отправка из Ростовской, Белгородской, Брянской областей четырех железнодорожных эшелонов и 15 самолетов Ил-76, говорится в сообщении пресс-службы российского ведомства. По информации Минобороны, бронетанковая техника на гусеничном ходу перемещается по дорогам на специальных колесных тягачах. Основную часть маршрутов войска преодолеют в составе железнодорожных эшелонов и на самолетах военно-транспортной авиации. В Луганской области происходит столкновение между бойцами Национальной гвардии Украины и армией Юго-Востока. Об этом сообщила начальник отделосвязи с общественностью ОМВД в области Татьяна Пагукай. По ее словам, бой идет в районе городов Рубежное и Лисичанск. Есть информация о четырех раненых. Они уже доставлены в больницу. Также в ходе столкновения был взорван мост через реку Северский Донец. В Лисичанске с самого утра звучит сирена. Городсполком обратился к жителям с просьбой не поддаваться панике и по возможности оставаться в своих домах. В штабе так называемой Объединенной армии Юго-Востока сообщили, что в Рубежном пострадали более десяти человек. В Лисичанске неизвестные взорвали мост, а затем стали расстреливать автобусы и мирное население, заявил представитель штаба. Он отметил, что информации о погибших пока нет, но люди бросают дома и бегут на юг области. И также есть сообщение от пресс-службы Министерства обороны. Террористы под рубежным Луганской области обстреляли колонну украинских военных, в результате чего один силовик погиб и еще два ранены. Лидер луганских сепаратистов Валерий Болотов обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом ввести миротворческие войска на территорию самопровозглашенной республики. По его словам, данная просьба обусловлена тем, что украинские войска совершили акт агрессии против мирных граждан. Болотов отметил, что у ЛНР недостаточно сил для изгнания карателей. Поэтому он надеется, что Россия примет решение о вводе миротворческих войск до того, как в регионе начнется гуманитарная катастрофа, искусственно создаваемая руководством Украины. Также самопровозглашенный губернатор подписал приказ о введении военного положения и объявил мобилизацию мужчин от 18 до 45 лет. Большинство украинцев так или иначе планируют принять участие в президентских выборах 25 мая. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом социальной и политической психологии совместно с Ассоциацией политических психологов Украины. Результаты исследования показали, что на сегодняшний день очень тяжело спрогнозировать, кто из кандидатов имеет больше шансов на победу, поскольку значительное количество опрошенных, а это около 20%, еще не определились относительно голосования в два тура, а каждый четвертый, а это почти 26%, не пошел бы голосовать. Вместе с тем распределение голосов избирателей, которые решили принять участие в голосовании и определились с выбором, выглядит следующим образом. Петр Порошенко 45%, Юлия Тимошенко 13,3%, Сергей Тегибко 8%, Олег Лешко 7,6%, Анатолий Гриценко 6,7%. В случае выхода во второй тур двух первых лидеров, за Порошенко проголосуют почти 44% избирателей, за Тимошенко 9,5%. Данный опрос проводился 13-19 мая. Официальный Киев призывает срочно созвать соседание Совета безопасности ООН по поводу ситуации в Украине. Об этом заявил премьер-министр Украина Арсений Яценюк во время посещения военной части недалеко от столицы. Сословия Яценюка мы предоставим доказательства того, что именно с российской стороны осуществляются попытки эскалации конфликта, кровопролития, захват украинских пограничных застав, срыва президентских выборов. Яценюк подчеркнул, что в четверг ночью террористы из России осуществили уже четвертую попытку прорваться через государственную границу Украины. Пограничники отбили попытку и призвали Федеральную пограничную службу России обеспечить порядок с их стороны. Также Яценюк заявил, что Россия не выполняет своих обещаний относительно отвода войск. И еще премьер сказал, что СБУ имеет доказательства проведения в России на базе военных центров подготовки диверсантов и террористов, которые потом действуют в Украине. Сегодня также глава СНБУ Андрей Порубий рассказал, что возле Ростова-на-Дону выявлена военная база, на которой готовятся террористы для переброски на Украину. Там находятся до тысячи человек, подготовку ведут российские офицеры. Сегодня во время боя возле Волновахи в Донецкой области погибло 13 украинских силовиков. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Александр Тручинов. Всего слову. Наши военные защитили этот город и дали возможность пройти дальше. Но, к огромному сожалению, под огнем из гранатомета, из тяжелого атмосферского оружия погибли за Украину наши ребята. Военные. 13 человек отдали жизнь за Украину. По словам спикера, круг участников антитеррористической операции сжимается вокруг центральной части Донецкой и Луганской областей, где пока остается база сепаратистов. Напомним, в ночь на четверг в городе Волноваха Донецкой области началась силовая операция украинской армии. Ранее сообщалось о гибели восьми участников операции и до 20 раненых. В пресс-службе Министерства обороны сообщили, что украинские военнослужащие погибли и получили ранения в результате взрыва, устроенного представителями незаконных вооруженных формирований. Таким был этот день. Главком продолжает следить за новостями. Оставайтесь с нами и всего доброго.